здравствуйте дорогие друзья с вами снова елена и наши разговоры на тему как любить тот или на знак зодиака мы добрались до водолея вот и конечно о нем изрядно поговорим но в самом начале видео просьба поддерживать мой канал он сейчас в этом очень остро нуждается вот я надеюсь на вашу щедрость и понимание но сейчас перейдем непосредственно к разговору как любить нашего водолея дело в том что водолей человек космического порядка по своим поступкам по своим взглядам на жизнь по своим взглядам на вопросы любви в том числе поэтому начнем как говорится от печки и эти особенности водолея которые собственно говоря вы все непременно увидите в желании обладать этим человеком вас зачастую могут поставить в тупик я совершенно с вами согласна водолеи непознанные существа и это отражается даже на их внешности считается что внешность наших водолеев делится на две подгруппы первый из них это те кто обладает лицом ангелок есть такое в общем то понятие о чем идет речь их черты лица настолько правильные что кажется неземными и чем-то сродни иконописным ликом но невзирая на их небывалую красоту эта красота у них неживая нету в ней ни чувственности не огня не не никаких-то эмоций это просто красивое лицо и вот именно так и такой красотой могут обладать наши водолеи это первый типаж о котором мы поговорили второй типаж инопланетяне а них чуть поподробнее глядя на лицо человека принадлежащие ко второму типажу вы никогда в полной мере не скажете о нем оно красиво и безобразно одновременно поэтому трудно сказать то ли красиво то ли не красиво потому что собственно говоря все так перемешано так текучи и скорее всего даже все зависит от настроения самого водолея а также вашего настроения как вы его воспринимаете в один день он вам кажется необыкновенно приятным всех отношениях а потом вы начинаете видеть в нем какие-то недостатки думаете господи но но образина и образина я не хочу обидеть водолеев но есть такая в них особенность как будто бы красота и и безобразие лица смешивается в одной посуде поэтому такая вот потому их называют инопланетяной все еще связано с тем дорогие мои друзья что красота водолеев не вписывается так сказать в те классические пропорции которые мы себе представляем в голове говоря об красивом человеке у них а в лице наблюдается диспропорция которая собственно говоря в некоторой степени и заставляет нас размышлять так красиво или некрасиво этот человек в диспропорции которые наблюдаются у водолеев может быть непропорционально большая голова по отношению к телу но вот кажется она непропорционально собственно говоря по каким-то определениям или глаза большие это великий плюс конечно же большие глаза но они бывают настолько большие что кажется занимают пол лица или еще одна особенность именно водолейских лиц в нашей половинке лица диспропорциональны по отношению друг другу например там правый и левый глаз могут отличаться но у нас это мало заметной пропорции да водолеев это может быть ярко выражено как будто бы одна половина но с того же человека но вы видите явно диспропорцию чего не наблюдаете на других лицах вот отсюда идет вопрос если вас сильно раздражать те вещи которых мы только что говорили вы считаете этого человека некрасивым а если вы не обращайте внимание на эти вещи то он вам кажется безумно красивым так что мнение об одном и том же человеке его лице может быть сколько угодно ровно столько сколько человек на него посмотрели каждый из них вынесет собственное мнение о внешности водолея так что как бы нам он не казался уродливым а кому-то красивым помните пожалуйста что из всего этого смешивается некий образ который собственно говоря традиционным не назовешь вот почему собственно говоря водолеев невероятно влюбляется потому что каждый видит в нем что-то свое воспринимает его по-своему у водолеев есть несказанный шарм так что если водолей пожелает кого-то в себя влюбить это делается непринужденно и замечательно правда если вам предстоит влюбить водолея в себя здесь вам предстоит огромная работа потому что не только внешность водолея является нестандартной само его поведение для вас будет тоже исключительным мучением и вы не раз будете ломать голову а что это было как с этим жить и что с этим делать кстати именно этот знак дорогие мои друзья дал исключительных уродов но это во внешности скажем так не в моральном смысле этого слова но это при неблагоприятном стечении некоторых планет поэтому в данном случае что есть то есть но мы в среднем если говорим водолеи исключительно обаятельны в меру привлекательны некоторые исключительно красивы как иконы но сияют нам холодной недоступной космической красотой в которой нет тепла в любом случае так вот все что мы с вами поговорили по поводу внешности можно смело теперь переходить характеристики характера водолея дело в том что в нем все намешано и ангел и демон одновременно и свет и тьма и уродство и красота поэтому человек этот нестандартный и неординарный борясь за внимание водолея в любом исполнении женском и мужском вы должны прекрасно понимать что вся его натура весьма и весьма двойственная и первая двойственность которая вам конечно сильно будет заметно что водолеи невероятно как бы свободолюбивые они очень дорожат своей свободой невероятно практически не могут находиться в доме подолгу им нужно выходить две движение какое-то перемещение ему нужно все время чтобы вокруг них все мелькало менялась и и замечательно трансформировалась и при этом при все любви к этому движению они также невероятно нуждаются в доме в который после всего этого они могут вернуться то есть это не бродяги без якоря я не могу сидеть в доме подолгу но дом этот у меня должен быть а вот теперь представьте себе человека водолея с которым вы собираетесь жить готовы ли вы себе представить что ваш водолей по любому свистку и поводу будет скучать в доме и можно нужны будут друзья общение туда поехать сюда поехать и так далее а вы предполагали что ваша вторая половина водолейская будет сидеть при вас наслаждаться только вашим обществом тишиною покоем и никуда не выходить гостей не приложать ничего не делать сие невозможно так что если вы экипаж домоседа человека который считает что дом его крепость и что сию не должны посещать не друзья не родственники и ничего там не должно происходить вдали это не ваш партнер вы должны это сразу понимать представить себе если чувствуете что вот например как телец он не любит гостей принимать он не любит когда шумно в доме когда суета когда там подвижность и так далее и вдруг он влюбился в женщину водолея но это будет фиаско которое заведомо обречено на право почему потому что разные взгляды на вещи если запереть водолея в роскошном доме тельца и вроде бы все есть но водолей зачахнет в три минуты ничего ему не будет милы свободы нету нету этого космического полета нету этого движника без которого он не может существовать все водолей тихо скончается на золотом блюде или золотой клетки которые ему например тот же телец предоставил все о чем я вам рассказала это потому что мы очень глубоко изучаем астрологию сам же водолей вам разъяснять ничего не будет по поводу того что он переживает чем он мучается и прочее ему вообще собственно говоря если уж слишком тесно в тех рамках которые его пытаются загнать и прочее он просто не будет жить с этим человеком по определению вот так сказать во спасение собственной жизни и все переделать его сделать домашним носить только мягкие тапочки и не впечатляться о том что происходит в мире практически невозможно так что даже и не пытайтесь вы будете пребывать рядом с этим человеком полном недоумении а что происходит а почему он все время вот это вот уходит из дома пытается отдалиться вы будете привешивать себе ярлыки и будете думать о том это видимо я не недостаточно хороша или он меня недостаточно любит и сколько бы вы не задавали эти вопросы что касается ты меня любишь не любишь скажи а расскажи так далее вы ничего не услышите чем ближе вы находитесь к внутреннему миру водолея к его эмоциям его переживаниям тем толще там стена он никогда в жизни вам не расскажет иногда даже на зло если вы особенно будете одолевать его глупыми вопросами любишь ты меня не любишь он даже может вам съязвить или что-то такое грубое сказать на этот счет но рассыпаться перед вами в комплиментах и признаниях о любви он не будет по обстоятельствам он вообще не считает нужным об этом говорить и раскрывать свою душу изъясняться объясняться извиняться все это выше него полюби меня таким какой я есть вот лозунг водолея вот я же с тобой значит я тебя люблю это как бы автоматически прилагается а как меня нету значит я тебе не люблю вот и весь компот кстати вот этому вопросу непонимание с партнером способствует еще манера водолея водолеи изъясняться она какая-то холодноватая отстраненная напоминаю многие водолеи обладают достаточно подвешенным языком но этот язык в данном случае используется ими не по назначению для того чтобы собственно кого-то обидеть оскорбить легко и просто они это могут сделать может быть даже не желая но язвительность их она здесь вылазит на поверхность приклеить кому-то какой-то ярлычок или клички раздать это любимое занятие водолея причем кличку который дает водолей она просто к человеку припечатывается и потом все начинают его так называть так что у них просто дар подбирать так сказать вот эти вот имена мягко говоря граничащие с кличками для всех окружающих конечно их за это не любят конечно мы сейчас разбираем так сказать образ сырого водолея которого вы так сказать только собираетесь приручить помните пожалуйста что если у вас все равно есть желание обладать этим человеком то от этой его холодности и язвительности и прочее конечно вы можете избавиться со временем но на это вы должны потратить ни день ни два и не месяц поэтому вам нужно будет просто приручить этого водолея доказать ему что вы собственно говоря чего то стоите в его жизни он должен уважать вас за интеллект за то что вы особенная и так далее ему простые женщины например мужчины водолей конечно нужны по определению дома что-то должен потрачить почему нет но если эта женщина не дотягивает в интеллектуальном смысле во внешности не является какой-то особой такой невероятно как бы не похожий на других она его надолго рядом с собой не удержит в лучшем случае если она хорошо готовит борщи хорошо ухаживает за детьми и надраивает полы она будет пожизненно этим заниматься в редкие минуты когда водолей будет появляться дома он будет воспользоваться этими дарами всеми которые есть и приготовлены это собственно говоря не побрезгует но вполне возможно для души и сердца может завести себе какую-нибудь даму которая соответствует тем идеальным чертам которые он себе нарисовал и прежде всего конечно она должна быть интеллектуально развита потому что как ни крути водолей но водолей исключительно относится к тем знакам для которых интеллект партнера является ведущим глупую ступу он не потерпит по определению и если будет видеть что его партнерша проигрывает например женам других друзей и так далее то немало она наслушается свой адрес что она и такая и растакая и ни разговора поддержать ни себя показать и так далее то есть тут он будет ее всячески жучить для чего он это делает не для того чтобы вогнать эту женщину так сказать в землю по пояс а для того чтобы собственно говоря она сделала выводы и срочно исправлялась ну вот метод избранный конечно болезненный я ничего не могу сказать но у выводолей этого иной раз и не замечает так что что есть то есть а коль мы заговорили уже за общительность помните пожалуйста что вот эта холодность отстранена чаще всего напомню касается если вы хотите копнуть личную жизнь этого человека или добраться до той информации которую он не желает вам говорить во всех остальных случаях это исключительно общительные люди у них невероятное количество знакомцев разного рода они очень любят праздники любят отмечать их достаточно весело чтобы на столе было и вкусно и много было питья так сказать и сорокоградусного в том числе редкий водолей отказывается от того чтобы хорошо выпить и закусить это святой как говорится главное меру знать и не делать это хроническим явлением дорогие мои водолеи так что тут у нас не чуждо но если вы хотите допустим его в себя влюбить и вы думаете а какие темы ему будут интересны ему будут интересны все темы отстраненного характера можете говорить о погоде о природе о том где вы путешествовали если вы хорошо разговариваете достаточно красноречиво вот и говорите о том что видели знаете и прочее вы заинтересуете водолея потому что опять же он же подыскивает интеллектуального партнера и ваша многогранность и знания в той или иной отрасли его весьма увлекут то есть плюсик вы себе получите в копилку вот но ваше желание например выудить у него как он к вам относится а что ты обо мне думаешь а любишь ты меня или не любишь боюсь что вот эти вопросы не в духе водолея так что вы ими пожалуйста не оперируйте и реже об этом спрашивайте если этот человек рядом с вами это уже ответ на все вопросы напоминают а лишнее так сказать вот как только вы начинаете вытягивать клещами он вообще может без зазрения сказать нет конечно и что вы потом с этим будете делать но помните это не значит что он так и думает в душе просто на глупые вопросы он глупо отвечает вот и все и помните чем глубже вы пытаетесь залезть ему в душу чем больше вы его прессуете тем больше шансов больше этого водолея не увидеть поэтому есть вещи которые если он пожелает он вам расскажет но если он их не пожелал вам рассказать потерпите и ждите благоприятного момента если вы начнете выуживать давить настаивать то это хороший способ расстаться с водолеем а не влюбить его в себя так вот дорогие мои друзья если хотите собственно говоря влюбить себя в водолея вы должны создать ему образ что вы ничего не выуживаете клещами соответственно он сам перед вами раскроется когда пожелает так что это объект для мудрых людей надеюсь вы поняли и запомните еще одну вещь дистанцию между вами водолей будет сохранять всю свою жизнь он как бы живя даже под одной крышей все равно будет жить какой то своей особой жизнью и вы должны это понимать впрочем и женщина водолея чуть сглаженной формы но тоже обладает подобными же чертами хотя у мужчин они проявляются поярче и все же поскольку водолея намешано предостаточно разного и парадоксального между прочим могу сказать что хотя он ведет себя достаточно отстраненно и холодно и как бы держит дистанции между людьми при всем при этом это не мешает ему быть душой компании например его внимание ищут другие знаки зодиака у него всегда много друзей приятелей и знакомых он часто юморит с ним хорошо у него подвешен язык с ним весело смешно легко и спокойно это если вы действительно собственно говоря не затрагиваетесь тем которые слишком дороги нашему выдали если так на общие темы рыбалка охота работа он вам расскажет массу интересных веселых анекдотов вещей вы насмеетесь собственно говоря животы подорвете вот это тоже вполне возможно так что с ним легко весело и замечательно самое главное там случайно не цепануть то что для него уж слишком интимно и близко в заключение могу сказать что люди тянутся к водолею как объекту который непознанный интересный космический с которым хочется находиться рядом с которым легко и замечательно ну если опустить некоторые нюансы которые увидят те кто решился с ними жить под одной крышей то есть все остальные считают его невероятной душкой с которым так хорошо весело и приятно и на рыбалочку съездите на охоту и так посидеть за столом поюморить повеселиться и так далее так что замечательный человек как говорят о нем другие но только самые близкие могут сказать что он достаточно сложный и невыносимый человек и тоже будут правы ну а если разобраться с вопросами любви то они для нашего водолея ничуть не отличаются от всех других вопросов которые ему предстоит решать в течение его жизни почему да потому что собственно говоря вопрос любви он считает что он есть но особого пристрастия к нему не имеет он достаточно холоден и отстранен даже в этих вопросах которые должны бы быть погорячей вот почему водолей категорически воспрещен огненным знаком вот особенно знаку овен и лев а также скорпиону они просто приходят негодование считают его совершенно беспомощным этого водолея ну никудышным по разным обстоятельствам на самом деле это просто несовпадение темпераментов так что если есть так оно и есть поэтому прежде чем раздражаться возможно надо еще в самом начале отношений подумать а стоит ли с этим человеком вступать в партнерские взаимоотношения если он явно здесь будет не соответствовать вашим огненным пожеланиям кстати так статистика складывается что водолей с водолеем тоже к сожалению гнезышко уютного создать не могут по разным обстоятельствам вот но есть знаки которые невероятно собственно говоря подходят для создания семейку что удивительно стрелец из огненных знаков а также весы и близнецы здесь полная идиллия замечательное понимание и хотя они на жизнь смотрят по-разному но это не повод для конфликтов так что вот так вот есть прекрасная когорта знаков которые собственно говоря готовы создать водолею партнерский союз и даже собственно говоря не пережимать его так как ему хочется кстати удивительное дело близнецов водолеев сближает между собой то непостоянство в любви о котором собственно говоря идёт речь вполне возможно эта пара особо продвинутая может решиться на какие-то свободные взаимоотношения то есть каждый из них будет познавать что-то новое при этом сохранять пару или ещё на какие-то экзотические формы любви там например которые собственно говоря их будут будоражить веселить или собственно говоря каждый будет иметь любовника или любовницу и при этом спокойно проживать под одной крышей всякое бывает у водолеев и близнецов но если все эти излишества опустить то в принципе всё равно как ни крути это единомышленники трудно конечно водолею нашему найти настоящего партнёра и если мы уже говорим об идеальной женщине как она должна выглядеть в глазах водолея то некоторые параметры конечно есть но тем не менее могу сказать что водолей не верит в идеалы он не даже если он встретит женщину необычную экстравагантную такую возбуждающую каждый день новую непохожую замечательно он всё-таки быть может даже не решится с ней вступить в брак по той причине что она слишком его будоражит а поскольку он решил что идеалом не бывает он и в ней найдёт какие-то недостатки в конце концов и в любом случае скажем выберет себе даму практичную для женитьбы а может быть той которая его доражит и так далее будет иметь любовь на стороне многие водолеи кстати себе это позволяют только потому что они могут быть привязаны в полной мере к тому что у нас называется семейный очаг семейная так сказать ячейка там не хватает им свободы так что вполне возможно они имеют пристрастие к монпансьена стороне но это не значит что они будут разрушать свой дом помните при всей своей великой свободе водолею нужно то место где он может отдохнуть где его ждут где его накормят напоят где все нормально и когда он отдохнет и уже устанет от этого тихого семейного болотца он опять выскользнет и будет наслаждаться жизнью так что странностей у этого знака предостаточное количество скажу я вам честно удержать возле себе водолея великий труд и прежде всего над собой должна трудиться женщина которая к этому стремится потому что как говорится если все рутинно скучно и до безобразия проверено для водолея это чистая пытка женщине его надо будет совершенствоваться каждый день и до конца их совместного проживания и сам водолей всегда совершенствуется он много читает многим интересуется обо всем имеет свое мнение и не глупая отнюдь ну и соответственно его партнерша должна быть сведущей во всех вопросах идеальной и развиваться в том числе так что здесь есть определенные моменты которые конечно же надо учитывать по статистике водолея женится достаточно поздно вот собственно говоря пока не взвесятся за и против все возможные варианты которые там у них витает в воздухе когда они определятся кто же самый лучший и только тогда может быть устаканится рано женится водолей только по одной причине по залету когда уже некуда деваться но это так сказать тогда будет очень рано но если брать в среднем то конечно чем позже тем лучше так вот он какой у нас собственно говоря водолей мы уже допустили что он иметь может иметь любовницу на стороне так считается он одним из самых порочных знаков зодиака не единственным но достаточно бойким в этом смысле и поскольку невзирая на то что он имеет партнершность старания он никогда не разрушает дом который ему дорог и очень дорожит детьми которые у него растут тот тот кто порочен уже по определению имеет и черты святости ведь он так дорожит домом и детьми и себя не пожалеет если его дети попадут в какую-то неприятность и прочее вот так в нем все и намешано красота уродство порочность и святость одновременно потому он собственно и так тяжело и просчитывается как личность и как человек а что вы скажете на ту историю что меня часто сексуальных партнеров водолей при том при всем видя очередную жертву на горизонте в лице женщины думает о том что вот когда он с ней переспит он прежде всего обретет не любовницу а друга вот ведь как дорогие мои друзья то есть к самому физиологическому процессу он изрядно равнодушен скажем так но считает его одним из способов заручиться дружбой женщины которую он собственно говоря уложил свою постель редкий другой знак например готов на это или расставшись со своей партнершей по разным обстоятельствам ну уж коль так случилось с женой он может предложить потом дружить домами и всячески поддерживать взаимоотношения с этой женщиной так непринужденно как будто между ними не было развода много непознанного непостижимого поведения нашего водолея и вы должны это понимать и знать если вы хотите жить как бы с огоньком все время быть в недоумении проделать мучительную работу в голове а что это было и что с этим делать то водолея это ваш партнер чего-чего а не каких-то парадоксов загадок которые невозможно разгадать он за свою жизнь вам предоставит огромное количество так что если вам нужно разгадывать постоянно ребусы и кроссворды взаимоотношения с водолеем это как раз то к чему вы стремитесь и помните пожалуйста что сам акт физической близости о котором неизбежно идет разговор коль мы говорим о любви для водолея не сексуальное наслаждение а способ познать другого человека просто способ познать он его уже познал в разговорах в общении в каких-то ситуациях и вот теперь последний опыт который называется физическая близость было бы без нее хорошо но коль она планируется пусть будет но это способ обладать человека которому интересен он его познает и в этой ипостаси хотя особо напоминаю в ней не нуждается ну и в конце маленькое напутствие так вот если вы хотите обладать водолеем вы его должны держать на длинном поводке его любимая дистанция которую он пытается городить во всем и для всех должна быть соблюдена вроде он и на свободе но тем не менее все время должен стремиться к вашему огоньку в котором тепло его ждут растут дети и все у него там замечательно трудная задача достаточно трудная вот если вы не будете копаться в этих отношениях забивать себе голову дурным то живите с водолеем долго и счастливо а если вы будете думать все время любит не любит что он там делает и так далее чем ближе вы будете к нему и чем меньше будет дистанция тем меньше шансов обладать этим человеком но подумайте над тем что я сказала подходит ли вам такой партнер вот сумеете ли вы его влюбить а самое главное сумеете ли вы его удержать возле себя и когда вы все взвесите все за и против с кем вы будете иметь дело я вам только что рассказала вот остальное это ваше терпение ваше внимание и ваше желание жить с ним под одной крышей а с вами была Елена и там вот